Добрый день! К вопросам по аллергии. Среди многообразия аллергических заболеваний особое внимание, я считаю, следует лить пищевой аллергии. К одному из наиболее ранних, как бы часто клинически проявляющихся аллергий, особенно у деток младшего возраста. Сегодня пищевую аллергию рассматривают как реакцию повышенной чувствительности организма к пищевым продуктам, которые имеют в основе какие-то иммунные механизмы. До 10% детского населения страдает пищевой аллергией. Первым аллергеном наиболее частой причиной развития пищевой аллергии у детей раннего возраста в жизни являются белки коровьего молока. Тот самый козыр, про который вы спрашиваете и его вред, либо пользу. Козыр является сложным белком, который образуется из предшественника козыриногена при створаживании молока. При длительном отсутствии лечения, то есть отсутствии диеты с исключением причинозначимых аллергенов, в том числе и глютена, организм страдает от постоянного воздействия аллергенов и недостаточного усваивания необходимых для роста и развития веществ. Конечно же, глютен может вызывать и нарушение слизистой оболочки тонкой кишки, но клинически значимых данных о влиянии или связи с нарушением психического здоровья у детей, связи глютена, козына, пока нет. Нельзя путать непереносимость козына и непереносимость глютена. Козын – это молочный белок, а глютен – это белок злаковых, таких как рожь, пшеница, овсянка. И проблема с глютеном – это не всегда про целиакию. Глютен может вызывать пищевые аллергии у детей раннего возраста. Такое состояние имеет схожие с целиакией признаками, но имеет совершенно другую природу возникновения. Обычно у таких детей есть отягощенная наследственность по хроническим аллергическим заболеваниям. Допустим, у близких родственников есть астма, либо дерматиты. И есть повышение уровня специфических иммуноглобулинов Е и иммуноглобулинов G-антител к различным пищевым аллергенам в анализе крови. При аллергии на глютен, помимо расстройства стула, с чередованием то жидкий стул, то задержки стула, нередко обладают примеси крови и слизи, также могут быть симптомы атопического дерматита.